бисмилляю рахмани рахим именем аллаха милостивого и милующего ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату мир вам милость всевышнего и его нескончаемые блага всевышний аллах подарил мусульманам пост месяц рамадан это великое поклонение это поклонение является обязательным для каждого мусульманина для каждого здорового мусульманина об обязательности поста говорится в коране всевышний аллах сказал аузу биллэх мина шайтанир рожим я юхал ладзина аману кутиба алейкум муссвяму кама кутиба аля ладзина мин хабликум алякум таттакун о верующие вам предписан пост также как он был предписан общинам до вас может быть вы будете богобоязненны как сказано в этом аяте пост соблюдали предыдущие общины пророки которые были посланы к этим общинам такие порой как мы сей иисус все они соблюдали пост однако пост месяц рамадан пост в течение целого месяца был предписан пророку мухаммаду и вообще то есть все мусульманам и это поклонение имеет очень много достоинств очень много пользы в одном из хадисов пророка мухаммада говорится о том что пост это щит то есть пост защищает человека от всего непристойного греховного а также от адского огня и в продолжении хадиса говорится пусть постящийся избегает всего непристойного пусть не ведет себя как невежда и если кто-либо попытается завязать ссору с постящимся или же будет повышать голос на постящегося то постящийся должен в первую очередь напомнить себе и другим о том что он выполняет приказ всевышнего он должен проявлять покорность творцу и должен следовать за своими страстями не должен поддаваться чувству гнева а должен ответить поистине я соблюдаю пост таким образом пост воспитывает у нас терпение стойкость набожность и ученые говорят что смысл поста заключается в духовном ощущении духовном совершенствовании мусульманин соблюдает пост не только для того чтобы улучшить свои физические здоровье в первую очередь он соблюдает пост для того чтобы очистить свое сердце от грехов от пороков у нас есть тело и душа и религия учит нас достигать и физического здоровья и духовного здоровья очень важно следить и за своим телом и за своей душой многие болезни тела возникают из-за болезней души и вот пост помогает нам излечиться в первую очередь от болезней сердца какие это болезни это зависть высокомерие гнев жадность и так далее когда мусульманин соблюдает пост он начинает глубже понимать осознавать состояние нуждающихся голодных людей потому что постящийся от рассвета до заката должен ограничивать себя от еды питья а также от близких отношений со своей супругой и когда вот он очищает ощущает чувство голода он начинает понимать состояние тех кто долгое время не может позволить себе употреблять здоровую вкусную еду и его сердце возникает чувство милосердия доброты щедрости в отношении таких вот нуждающихся людей он раздает милостыню накрывает стол приглашает таких вот нуждающихся людей и таким образом он достигает наград всевышнего также постящийся начинает глубже осознавать блага творца он начинает понимать насколько он нуждается во всевышнем мы часто забываем о том кто нам дает блага мы не задумываемся о том откуда нам приходят эти блага мы думаем что так должно быть мы каждый день дышим воздухом употребляем разную пищу пьем воду а кто нам дает эти блага кто является источником этих благ об этом мы не задумываемся и вот месяц рамадан дает нам возможность осознать истину осознать милость творца и в другом хадисе пророк мухаммад сказал поститесь будете здоровы и медицина сегодня доказывает пользу поста когда человек ограничивать себя от еды начиная от рассвета до заката его организм ощущается от различных шлаков от различных ненужных элементов и пищеварение улучшается состояние улучшается и как уже было сказано сердце тоже ощущается поэтому мы должны стараться вот это предписание выполнять поститься и также месяц рамадан объединяет мусульман укрепляет родственные узы потому что месяц рамадан принято приглашать на ифтар то есть на разговение родственников, друзей, соседей и вот эти мажлисы, вот эти собрания мероприятия улучшает отношения между людьми укрепляет родственные узы таким образом очень много достоинств поста очень много достоинств месяца рамадан и мы должны вот эту традицию соблюдать испоком веков мусульмане россии татары другие народы соблюдают пост месяца рамадан и проводят этот месяц в богослужении в совершении благих дел и в других изречениях пророка Мухаммада говорится о том что за одно благое дело месяца рамадан Всевышний Аллах дарует очень много наград те награды, которые мы можем получить за благие дела месяца рамадан мы не сможем получить их другие месяца поэтому каждый мусульманин верующий старается проявлять усердие в этот месяц больше совершать благих дел поклоняться Творцу для того, чтобы достичь главной цели это довольство Всевышнего его милости счастье и в этом мире и в следующем мире пусть Всевышний Аллах поможет нам соблюдать пост месяца рамадан и достигнуть его милости ассаляму алейкум в рахматуллах и в баракатах ассаляму алейкум ассаляму алейкум ассаляму алейкум